Здравствуйте, меня зовут Самойленко Наталья. Не знаю, получится ли этот сюжет, смогу ли я отстраниться от переполняющих меня эмоций, но не снять этот ролик мы не можем. Все время попадаются на глаза статьи и публикации, выводящие меня на одного человека. Вавилов Николай Иванович. Великий ученый, ботаник, биолог и географ, генетик. Его имя мы стали понемногу забывать, а заслуги перед человечеством почему-то занижать. Готовя этот сюжет, я приставала ко многим с вопросом. Что вы знаете о Вавилове? И в большинстве случаев получала один и тот же ответ. Вавилов – советский генетик. Кажется, подвергся репрессиям в сталинское время. Но были люди и, к сожалению, молодежь, которые с удивлением смотрели на меня, не понимая вопроса. Пытаясь сообразить, о ком это я, а главное, зачем я это спрашиваю. Вавилов – что-то очень знакомое. Говорят, что на тегеранской конференции Черчилль поинтересовался у Сталина о судьбе советского ученого Николая Вавилова. И дядя Джо уклонился от прямого ответа, сказав, что талантливых ученых в стране много, и он не может знать о местонахождении каждого. Уверена, что Сталин знал. Не мог не знать. Вавилов был не просто одним из многих. Он был ученым мирового значения. Но не мог же он сказать, что Николай Иванович Вавилов вот уже почти как год похоронен в ящике из-под семенного картофеля на кладбище в Саратове. И по иронии судьбы умер от голода, борьбе с которым посвятил всю свою жизнь. Чем так знаменит Вавилов? Почему его ставят на один педестал с Менделеевым, Линнеем, Дарвина? Да, в сущности, ничем. Так, малость. Вавилов – автор закона гомологических рядов, теории происхождения культурных растений, теории географического распределения генетических центров, теории генотипического иммунитета, ботаника географических основ селекции, научных основ селекции пшеницы. Он внедрил новые, более перспективные сорта пшеницы, исключив все неперспективные. Продвигал растеневодство на крайний север, в зоны полупустынь. Строил опытные станции по всей стране. И, наконец, Вавилов – создатель новой мировой коллекции семян. Но давайте перенесемся в Москву 1887 года, где 25 ноября в семье коммерсанта-миллионера Ивана Ильича Вавилова родился мальчик, которого назвали Николаем. С раннего возраста молодого человека интересовали естественные науки, география и биология. Этому немало способствовали книги, карты и гербарь в отцовской библиотеке. Поэтому решение Николая поступить в Московский сельскохозяйственный институт было вполне логичным. Хотя его отец думал по-другому. Вавилов с упоением учился, переходя с кафедры на кафедру. Тут-там, то-здесь, пробуя свои силы и ставя эксперименты. Так его первая самостоятельная работа о голых слизнях и улитках, повреждающих озимые посевы и огородные растения, была опубликована Московским губернским земством и удостоена премии Политехнического музея. А при окончании института зачтена как дипломная. Работоспособность и жажда знаний уже тогда поражали. Вавилов попутно посещал открытые лекции в Политехническом музее. Особое впечатление на него произвели лекции миколога Николая Худякова. Участвовал в экспедициях на Кавказ. В общем-то, дальнейшая деятельность Вавилова была предрешена. Немного удорычало незнание латыни, но это решаемо. Уже работая в Саратове, он брал уроки латыни у Марии Сергеенко. Вот небольшой кусочек из ее воспоминаний. От ученика веяло такой силой и добротой. Так интересна была самая короткая беседа с ним, что урок латыни быстро превратился для меня в праздник. Я быстро сообразила, что методики преподавания латинского языка для этого удивительного ученика не годятся. И ни в какие обычные рамки обучения его не втиснешь. Через две недели, а мы занимались 3-4 раза в неделю, он потребовал принести ему естественную историю плене. Будем читать его диагнозы. Чтение это сначала происходило таким образом. Я читала и переводила латинский текст. Николай Иванович следил по подлиннику. А затем переводил сам, останавливаясь на непонятном. Спрашивая объяснение и отмечая то, что ему нужно. Стрелкой на поллях. Латинский текст сопровождал он ботаническими комментариями, которые я слушала зачарованно. Во время этих занятий Николай Иванович изложил мне один из своих планов, который удалось, увы, осуществить ущербно и неполно. Мы, разумеется, ботаники и агрономы, очень уважаем историков. Эту фразу я помню дословно. Дальше передаю по смыслу. У латинских писателей-агрономов много важного и нужного. Переведите их. А к историческому и философскому комментарию надо прибавить комментарий ботанический. Историку надо работать и рука об руку с ботаником-агрономом. Тогда я даже не подозревала, что иду навстречу своей научной судьбе. Николай Иванович обладал великой и редкой способностью зажигать научным интересам людей, приходивших с ним в соприкосновение, и указывать путь, по которому хорошо бы пойти. Латинские уроки на долгое время определили мои занятия италийским сельским хозяйством и латинскими писателями, о нем писавшими. По окончанию института Вавилов был оставлен на кафедре частного земледелия, который возглавлял прянишников. Позднее тот будет просить о помиловании для Вавилова у Сталина и Берия. Но безрезультатно. По совету учителя Николай Иванович изучает иммунитет растений к паразитическим грибам. Параллельно преподает на Голицынских высших женских сельскохозяйственных курсах. Вавилову еще только 23 года. В 2013-м Вавилов отправляется в Англию, где работает лаборатория одного из крупнейших генетиков того времени, профессора Бейтстона. Результатом его работы становится статья об иммунитете растений к грибковым заболеваниям, впоследствии доработанная и превратившаяся в серьезный труд. Иммунитет растений к инфекционным заболеваниям. Напомню, что Вавилов стал основоположником учения об иммунитете растений. Но вернемся в 2013 год. Работа в лабораториях у Бейтса хорошо, но этого мало. Вавилов жаден до знаний и новых открытий. Он всегда держит в голове несколько интересующих его направлений. Следит за тем, что происходит в биологии. Особенно его интересует генетика, сельское хозяйство и новинки агротехники. В Линеевском обществе Николай Иванович принимает активное участие в заседаниях и с жадностью изучает коллекции, до которых может добраться. Оттуда Вавилов вместе с женой отправляется в Париж, затем в Германию. Там его интересует лаборатория биолога-эволюциониста Эрнеста Геккеля. Геккель – дарвинист, и Вавилов не мог этим не заинтересоваться. Но путешествие по Европе приходится закончить. Начинается Первая мировая война. Вавилов возвращается на родину, но в армию не попадает по зрению. Однако Вавилов ведет свою борьбу с невидимым врагом. И она не менее важна для русской армии, находящейся в Персии. Солдат косит странная болезнь. Она сопровождается обмороками и судорогами. Есть случаи летального исхода. Вавилов справляется с поставленной задачей. В местную муку попадают семена плевела пеняющего, а с ним гриб, который вырабатывает яд, вызывающий отравление. Как только продовольствие стали возить из России, болезнь остановилась. Николай Иванович много путешествует. За свою жизнь он участвовал в более чем 180 экспедициях. Побывал на пяти континентах. И это не увеселительные поездки, не отдых на пляже. Это серьезная, трудная и иногда полная опасность и работа. В 1916 году Вавилов исследует Северный Иран, Фергану, Памир. В этих путешествиях молодой ученый собирает материал, который позволил сделать ему еще два крупных открытия. Установить законы гомологических рядов и центры распространения культурных растений. Одного из этих открытий было бы достаточно, чтобы поставить Вавилова в один ряд с великими учеными, внесшими неоценимый вклад в развитие науки. Пришел 1917 год. Время было сложное. И, на мой взгляд, не до науки. Но именно в этот год Вавилов становится помощником заведующего отделом прикладной ботаники Регеля. Рекомендуя молодого ученого, Регель пишет, в лице Вавилова мы привлечем в отдел прикладной ботаники молодого, талантливого ученого, которым еще будет гордиться русская наука. В этом же году Вавилов был приглашен возглавить кафедру генетики, селекции и частного земледелия саратовских высших и сельскохозяйственных курсов. Там же, в Саратове, с 1917 года Вавилов становится профессором Саратовского университета. Какие это были лекции. На них ходили не только студенты и преподаватели, но и обычные горожане. Вавилов обладал удивительным даром оратового. Он мог увлечь своим делом людей, далеких от ботаники, сельского хозяйства или географии. Но, опять же, Вавилову этого мало. Николай Иванович продолжает изучать иммунитет растений. В стране жесткая нехватка продовольствия. И акцент делается на хлебных злаках. Исследовано 650 сортов пшеницы, 350 сортов овса, также другие незлаковые культуры. Проведен гибридологический анализ иммунных поражаемых сортов. Выявлены их анатомические и физиологические особенности. Там же, в Саратове, в том же, в 1917 году, он знакомится со студенткой третьего курса, Еленой Барулиной. Ведущая исследование о чечевице. Тогда это была перспективная культура. Спустя шесть лет Николай и Елена поженятся. Елена была не просто музой и любимой женщиной. Она была единомышленником, женой. А это нелегко. Быть женой увлеченного человека, одержимого работой. Годами постоянно отсутствующего. Уделяющего внимания множеству вещей и людей. Удивительная была пара. Сохранились некоторые письма. Милая, любимая Лена. Мне так хочется, чтобы во всем мы поняли друг друга. Чтобы любовь была сильна. Мне хочется, чтобы мы были друзьями, у которых все общее. И горе, и радость. Я бесконечно рад, что мы будем работать вместе. Милая и прекрасная Леночка. Мне хочется, чтобы ты была счастлива. Мы правы в поступках. Все сложное разберется, все трудно и переборимо. Работы так много. Все говорит за переезд в Петроград. Там будем устраивать вместе жизнь. Пиши, милая. Мне так хочется тебя видеть. Или еще отрывок. Милый друг. Тебя тревожит сомнение в том, что пройдет увлечение, порыв. Милый друг. Я не знаю, как убедить тебя, как объективно доказать тебе, что это не так. Мне хочется отойти в сторону и беспощадным образом анализировать свою душу. Мне кажется, что несмотря на склонность к увлечению, порывистости, я все же постоянен и тверд. Я слишком серьезно понимаю любовь. Я действительно глубоко верю в науку. В ней цель жизни. И мне не жалко отдать жизнь ради хоть самого малого в науке. Вот потому, Лена, просто как верный сын науки, я внутренне не допускаю порывов в увлечениях в любви. Ибо служение науке не мирится с легким отношением к себе и к людям. При всей готовности отдать себя науке, жизнь сама становится легче. И мне кажется, что нет узости в пути, по которому мне хочется идти в союзе с тобой. Жизнь должна быть и внешне, и внутренне красива. И ты это разделяешь. Поэтому-то, мне кажется, и союз наш будет крепким и прочным. Мне так хочется, чтобы это было так. Всю войну Елена отправляла посылки в Москву. Думаю, что ее муж сидит в московской тюрьме. Отправляла посылки. Легко звучит. Была война. Елене Ивановне отказывают в пенсии по инвалидности. Обоснование. Жена врага народа. Остаются продуктовые карточки 300 грамм черного хлеба на человека. Как разделить 300 грамм? Не понимаю. Не представляю. Трагедия заключалась в том, что Вавилов был рядом. Буквально в нескольких сот метров в саратовской тюрьме. Но это потом. А пока. Впереди еще целая жизнь. Полное открытие и впечатление. Еще целых 26 лет жизни. 1921 год. В США проходит международная конференция по болезням хлебных сладков. Новое молодое государство интересует эта проблема. Вавилов едет в Америку. Напомню, это 1921 год. Дипломатических отношений между США и СССР нет. Новое государство никто не признает. К Вавилову относятся с подозрением. В нем мерещится шпион. Но не попасть под обаяние Вавилова невозможно. К концу конференции американские газеты писали. Если все советские ученые такие, как Вавилов, то с ними стоит дружить. Возвращаясь к конференции, Вавилов окончательно сформулировал закон гомологических рядов. Отдельные факты параллельной изменчивости были известны еще по Дарвину. Но он думал, что это явление случайного порядка. И не обратил на него особого внимания. Большое число растений, исследованных нами и нашими сотрудниками, на многих тысячах сортов в течение последних восьми лет обнаружили, что явление параллелизма изменчивости является общим, присущим всем видам и родам без исключения. Генетически близкие виды и роды, по его мнению, характеризуются рядами наследственной изменчивости с такой правильностью, что, зная ряд форм для одного вида, можно предположить такие же параллельные формы и других видов. Он передает законченную работу Бэтсону. Тот печатает ее отдельной брошюрой. Открытие Вавилова произвело эффект разорвавшейся бомбы. Портреты Вавилова печатаются на первых страницах газет. Его приглашают в лучшие лаборатории мира. В 1923 году Вавилов был избран членом-корреспондентом Академии наук СССР. Молодому непризнанному государству нужны ученые, тем более получившие признание во все еще враждебном для него мире. И Вавилов становится ведущим ученым СССР. Он обласкан правительством со всех сторон. С 1921 года возглавляет Бюро прикладной ботаники, переименованное во Всесоюзный институт растений ВИР. Впосле возглавлял еще восхнил. Его беспартийного выдвигают в ЦИК. В Вавилове просыпаются организаторские способности. Видимо, наследственность отца. По всей стороне открываются опытные станции, где в разных климатических условиях на разных почвах испытываются растения. Николай Иванович отправляет научных сотрудников в экспедиции собирать образцы растений и семян со всего мира. Положено начало уникальной коллекции генетического материала. Я не знаю, когда он все это успевал. Как один человек совмещал седьме администратора и ученого. В 1924 году Вавилов организует экспедицию в Афганистан, в районы, где до него не ступала нога европейцев. Едет в Алжир, Тунис, Марокко, Ливан, Сирию, Палестину, Грецию, Италию, Сицилию, Сардинию, Крит, Кипр, естественно, во Францию, Испанию, Португалию, затем в Сомали и много куда еще. Семенной материал, собранный Вавиловым, исчислялся тысячами образцов. В последующие годы Вавилов посетил Японию и Китай, а также Южную Америку. Из Перу Вавилов пишет коллегам, отправил 8 посылок по 5 кило. Не могу не посылать, но с ужасом помышляю о весе картошки, а надо каждого сорта по 30 клубней минимум. 7-8 рублей золотом, не считая труда. Беру все, что можно, пригодится. В советской стране все нужно, она должна знать все, чтобы мир и себя на дорогу вывести. Выведем. Все эти экспедиции подтверждают его новую теорию. В свет выходит еще один великий труд. Центры происхождения культурных растений. Это было первое описание очагов культурных растений и их связи с дикими прародителями. В нем на основе анализа географических центров формообразования пшеницы, овса, льна, проса и других культур Вавилов излагал свои взгляды на проблемы происхождения культурных растений и делал выводы о возможностях подбора исходных форм для селекции. Но это не все. Результатом этих экспедиций становится еще одна важная вещь. Вавилов создал первый банк генов. Я нисколько не совру и не преувеличу, если скажу, что самая большая ценность нашей страны – это вавиловская коллекция. На сегодняшний день ее стоимость оценивается в цифру, которую мне сложно себе даже представить – 8 триллионов долларов. Если я ничего не путаю, то золотой запас России – это около 90 миллиардов. 27-й год. Вавилов выступил на 5-м международном генетическом конгрессе в Берлине с докладом о мировых географических центрах генов культурных растений. На конференции экспертов по сельскому хозяйству в Международном аграрном институте в Риме с докладом «Географические опыты по изучению изменчивости культурных растений в СССР» Вавилову присудили золотую медаль за его работы по географическим посевам. По его системе такие посевы и по сей день делаются во всем мире. Работа, 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 бешеный темп. Жизнь коротка, надо все успеть. И не успевает. Поднимает голову, когда лысенковцы уже пустили корни. Многие биографы задаются вопросом, как это могло случиться. Почему мудрый Вавилов упустил, не разглядел в Лысенко не только свою гибель, но и тупиковую ветвь в развитии науки. Меня тоже мучил и продолжает мучить этот вопрос. Хотел ввести в свою группу человека из народа, чтобы обезопасить других ученых. Надеялся, что сможет перевоспитать Лысенко. Может, жалость. Или Вавилов был настолько чист и открыт, что не мог предположить, что кто-то держит нож за пазухой. Не знаю. У меня нет ответа на этот вопрос. Но спустя какое-то время на Вавилова пишут донос. И Лысенко ставит на нем свою резолюцию. Согласен. Хору капиталистических шавок от генетики в последнее время стали подпевать и наши отечественные марганисты. Вавилов в ряде публичных выступлений заявляет, что мы пойдем на костер, изображая дело так, будто в нашей стране возрождены времена Галилея. Поведение Вавилова и его группы приобретают в последнее время совершенно нетерпимый характер. Вавилов и вавиловцы окончательно распоясались. Лысенко, Вавилов, Дон Рэба и Румато Эстерский. Возможно, именно Николай Иванович и Трофим Денисович стали прототипами этих персонажей. Во всяком случае, читая биографии одного и другого, у меня в голове все время звучала цитата из «Трудно быть богом». Там, где побеждает серость, к власти приходят черные. И черные пришли. В 1940 году Вавилова арестовывают решением военной коллегии Верховного суда СССР 9 июля 1941 года по обвинению в принадлежности к антисоветской организации «Трудовая крестьянская партия». Во вредительстве и шпионаже Вавилов Николай Иванович приговорен к расстрелу. Но его не расстреляли. Заменили на 20 лет тюрьмы и отправили в Саратов. Все-таки Вавилов был ученым с мировым именем. И не хотелось портить отношения с союзниками по такому пустяку. Умер Николай Иванович в тюрьме 26 января 1943 года. А академик Лысенко Трофим Денисович и два сотрудника НКВД Александр Игорьевич Хват и Албакачиев Султан Избаилович умерли в своей постели. Может, не при почете, но причинах. Готовясь к сюжету, наткнулась на интервью с одним из историков, который, не моргнув глазом, рассказывал о том, что не понимает, почему нужно носиться с Вавиловым. Что на самом деле он такого сделал? Разве только разбазаривал народные средства на своей бесконечной экспедиции по сбору семян, те же свое самолюбие. Что генетику никто не запрещал, не притеснял. Ведь Лысенко после ареста Вавилова назначили директором Института генетики. Разве это не лучшее доказательство, что ученых не притесняли? Что и пускай трудовой крестьянской партии не существовало, но невиновность Вавилова еще надо доказать, ведь он подписал признательные показания. Разве это не лучшее доказательство его вины? И так далее, и так далее, и так далее. Да, подписал. Почему? В свое время мне удалось встретиться с Хватом. Я видел глаза этого старика. Разговор был очень короткий, я ему задавал три вопроса. Но самый главный вопрос меня интересовал, как ему удалось за столь короткое время заставить Николая Ивановича подписать те документы, которые с сегодняшней точки зрения не маразматические. Просто маразматические. Их можем подписать в бессознательном состоянии полным идиотом. Хват ответил очень коротко. А я ему сказал, что сейчас вот здесь будет на твоих глазах насиловать твою жену. Хочешь этого? Сейчас сделаем. И сына твоего будут уродовать. У тебя же на глазах. И Николай Иванович молча взял ручку и подписал. Как-то так. А так, Вавилов, да. Средние руки ученые. Непонятно, почему с ним носятся. И разве у него были последователи? В нашем городе нет людей, не слышавших историю об ученых, умерших в блокадном Ленинграде от голода на мешках с зерном и картофелем. Меня всегда интересовал этот вопрос. Почему? Что ими двигало? Ведь самое главное, самое ценное – это человеческая жизнь. И они могли ее сохранить. Свою. Своей семьи. Друзей. Соседей. Ведь пожертвовали же голландцы коллекции луковиц тюльпана в 1944 году. Почему они не могли? Не могли. Потому что иначе предали бы своего учителя и коллегу. Не могли. Так как очень хорошо понимали, что самое ценное – это человеческая жизнь. И только понимая это, можно умереть от голода и истощения на мешках с зерном, охраняя, а иногда и согревая своим телом драгоценные зернышки, которые могут решить проблему голода для всего человечества. Исходя из этого, я очень надеюсь, что статьи и передачи, которые все чаще появляются на информационном поле о том, что бесценная коллекция Вавилова плавно перекочевывает в Китае частное хранилище Ротшильдов – это всего лишь утка, что это неправда. Что журналисты что-то не так поняли и где-то сильно преувеличили. Может быть, до конца не разобрались. В противном случае я не понимаю, как. Зная о судьбе Вавилова, помня о хранителе риса Дмитрия Сергеевича Иванове, умершем в кабинете с тысячами пакетиков риса, хранителе маслеечных культур Александра Гавриловича Щукини, хранителе коллекции овса Лидии Михайловны Родиной, Ольге Воскресенской. Как? Как они могут? Ну да бог им судья. На этом все. Подписывайтесь на канал. Оставляйте комментарии. Субтитры создавал DimaTorzok